Об этом человеке известно все и в то же время абсолютно ничего. Он предсказал дату начала Второй мировой войны. За несколько лет до Курской битвы в мельчайших подробностях обрисовал знаменитое танковое сражение под Прохоровкой. Наконец он предрек победу Красной армии в войне с нацистами и назвал день, когда немцы подпишут капитуляцию. Но в России упоминать имя этого пророка было строжайше запрещено. Он точно знал, когда развалится Советский Союз и рассыплется коммунистическая идеология в нашей стране. И поэтому в Кремле его считали врагом. Сам же пророк наделил Россию великой ролью спасительницы мира и всего человечества. Кто они такие? Ясновидящие, прорицатели, оракулы. Кто или что наделяет их таинственным даром видеть будущее и предсказывать последствия грядущих событий? На этот вопрос никто сегодня не способен дать хоть какого-то вразумительного ответа. У каждого прорицателя своя загадка и своя судьба. И Эдгар Кейси здесь не исключение. На самом деле, мне кажется, что это не люди из будущего, это люди, принадлежащие своему времени, но люди, научившиеся путешествовать в другом теле, в астрале, как сейчас модно говорить. То, что это относится к Кейси, это абсолютно точно. Что о нем известно и чем он знаменит? Прежде всего то, что Кейси, кроме своих культовых предсказаний грядущих Первой и Второй мировых войн, точно назвал дату и место убийства президента США Джона Кеннеди, предрек великую американскую экономическую депрессию, печально знаменитое землетрясение в Японии 2011 года, образование государства Израиля. Это он указал на то место в морской пучине в районе Бермудского треугольника, где может покоиться легендарная Атлантида. Всего же исследователями было обнаружено более 14 тысяч листов с предсказаниями Эдгара Кейси. И многие из этих предсказаний до сих пор не расшифрованы. А еще люди дали ему необычное прозвище – спящий пророк. Это его так назвала пресса. Его еще называют кентукский предсказатель, ну, потому что он родился в штате Кентукки. И родился он в 1872 году. И буквально лет в 10 он вдруг, взрослые, обнаружили в нем вот какую-то странность. Якобы он предсказал, значит, девочка-соседка, которая заболела, и он вдруг уснул и во сне впервые сказал, как надо лечить. Взрослые передали это врачам и, короче, девочку вылечили. Страницы биографии великого ясновидца очень скудны. Однако среди них есть весьма любопытные подробности. Первый раз свой дар предсказателя Кейси применил на себя. Однажды во время детских игр он получил сильный удар мечом в затылок. Рассудок мальчика помутнел, поведение резко изменилось. Эдгар начал то плакать, то строить гримасы товарищам, то неожиданно истерически хохотать. Один из очевидцев этой сцены потом вспоминал. Кейси запрыгивал в канавы, перебегал улицы с растопыренными в сторону руками. В общем, вел себя категорически странно. Таким он и вернулся домой. Родители были потрясены. С трудом они уложили Эдгара в кровать и собирались уже вызывать доктора, когда мальчик сказал. Срочно поставьте мне на всю ночь припарку на затылок. Я получил удар мечом по голове. Если не поставите припарку, к утру я полностью сойду с ума. А если поставите, выздоровею. Произнеся эти слова, Эдгар уснул. На всякий случай родители решили последовать его совету. От припарки плохо не станет. На следующее утро Эдгар был полностью здоров. Вот только ничего о том, что произошло накануне, он не помнил. Еще в школьные годы взрослые обнаружили, что вначале, в первых классах у него была великолепная память, он практически не учил уроки. И вдруг где-то там лет в 14 у него какой-то странный перелом произошел. Что он ничего, перестал вообще что-либо запоминать. То есть какой-то жуткий провал в памяти. Он мог читать учебник, но никогда не мог там ни слова пересказать оттуда. Некоторые следователи, изучавшие феномен Кейси, считают, что дар ясновидца был передан Эдгару по наследству. Его мать слышала голоса, шепчущие ей, как поступить в той или иной ситуации. А дед и вовсе был необычным человеком. Сам Кейси вспоминал о нем так. «Чего бы мой дед ни коснулся, все росло. Это было похоже на волшебство. Более того, все колодцы в округе рыли там, где показывал дед, и всегда находили воду. Он мог двигать столы, стулья и другие предметы, не прикасаясь к ним». Своё самое первое предсказание Эдгар Кейси выразил не словами, а достаточно странным действием. Но было ли это действие осознанным или спонтанным, до сих пор остаётся загадкой. «Он был влюблён в соседку, тоже девочке, там 12 лет примерно. И она куда-то должна была с родителями уехать за океан, то ли в Англию, то ли во Францию. И ему так не хотелось, чтобы она уезжала, и он каким-то образом пронив в дом и спрятал чемоданы этой семьи. И пока шли поиски этих чемоданов, естественно, семья опоздала на пароход. И вот тот пароход, на который опоздала эта семья соседей Кейси, потерпел крушение. То есть вот как бы впервые он спас своим умением предвидеть будущее». Одной из версий появления у Кейси необычных экстрасенсорных способностей высказала мать Эдгара. По её словам, однажды с мальчиком произошло нечто необыкновенное, о чём он мог поведать только ей. Это случилось тогда, когда Кейси, гуляя по лесу, вдруг наткнулся на женщину приятной наружности. И тут подросток обратил внимание, что за спиной у женщины что-то похожее на крылья. Кейси оторопел. Чтобы успокоить испугавшегося Эдгара, странное видение произнесло следующее. «Чего ты хочешь больше всего, то ты и получишь». «Больше всего я хочу лечить людей», – ответил подросток. Удивительное существо никак не отреагировало на пожелания Эдгара и исчезло так же неожиданно, как появилось. После встречи с таинственной незнакомкой внутри сознания Кейси произошло какое-то серьёзное изменение. Собственно, вот это отправная точка его таланта, так называемого. А мало ведь кто знает, что на самом деле Кейси – это чем прославился у себя в Америке. Он начал помогать людям, начал лечить людей. То есть он начал даже, включая, рецептурные диагнозы давать. Некоторые склонны сравнивать Кейси с Вангой. И Кейси, и Ванга принимали сотни пациентов в день. К ним приходили много известных людей, включая президентов и министров. Ни тот, ни другая не видели своих посетителей. Ванга была слепой, а Кейси предсказывал во сне. Закрывал глаза, крепко засыпал и в таком состоянии начинал вещать, подробно анализируя причины заболевания и подсказывая, чем лечить. Кстати, проснувшись, Кейси утверждал, что ничего не помнил, что говорил. Слова провидца записывала стенографистка. На приём к ясновидцу стояли огромные очереди. Во время каких-то, так сказать, лечения, хотя он много раз говорил, я не лечу человека, я просто подсказываю. И он всегда требовал, чтобы находился врач профессиональный во время того, когда он общается с больным. Поэтому, скорее всего, это просто одарённый человек. Это хороший аналитик. Не раз дар Кейси пытались использовать для наживы. Ведь Эдгар в бессознательном состоянии мог не только ставить диагнозы, но и узнавать будущее. Ему предлагали предсказывать победу в соревнованиях и на скачках, определять результаты азартных игр за очень большие деньги. Но такая практика не приносила ему ничего, кроме головной боли. Кейси попробовал сделать эти прогнозы. Он их делал в этом состоянии. Но они все, как правило, оказывались неудачными. Из чего Кейси сам делает вывод о том, что он призван помогать людям. Понимаете? Вот это очень важный отправной момент. В какой-то определённый час Кейси начинает понимать, что он способен видеть гораздо больше, чем скрытые недуги своих пациентов. Он вдруг начинает ясно представлять грядущие события. Сначала он предсказывает будущее известных ему людей, друзей и родственников. А чуть позже ему начинают являться судьбы целых народов и даже континентов. И открыл Кейси в себе этот дар после одного таинственного инцидента. Как он сам признавался впоследствии, он попал на борт какого-то непонятного космического корабля, которым его внушили то, что он не совсем обычный человек. То есть его, как он сказал, внедрили в какую-то внутренность другого существа, которое может телепортироваться и в астральном теле, переходить в любое место земного шара и космоса и вещать совершенно точно до подробностей о том, что будет и что было. Здесь стоит обратить внимание на один любопытный момент. Тогда человечество еще не знало ракеты космических кораблей. А такое понятие, как неопознанный летающий объект, не мог приходить на ум даже самым изощренным редакторам бульварных газет. Но интересно, что далее Кейси рассказал о своем пребывании в череве этого космического корабля. Он утверждал, что некие люди подняли его над планетой и показали из космоса ближайшее будущее Земли. Именно тогда Кейси увидел последствия атомного взрыва в Хиросиме и Нагасаки. Он стал свидетелем страшных природных катаклизмов. Хозяева инопланетного корабля показали Кейси, как в результате мощного землетрясения превращаются в прах многие островные государства в Индийском и Тихом океане. А страну восходящего солнца постигает радиоактивная катастрофа. Кейси как будто видел многие стихийные бедствия, которые происходили в конце 20 века, в начале 21-го, происходили на территории земного шара. Извержение вулканов, цунами в Юго-Восточной Азии в 2004 году. И наводнение, и взрыв ядерного реактора в Фукусиме в 2011 году. То есть вот вещи, которые нельзя было угадать, на которые можно было увидеть, пропутешествовать в другом теле именно в этот год. В 1934 году во время очередного транса Кейси предсказал глобальные перемены в мире. Европа изменится до неузнаваемости. Обе полярные области обнажатся, и произойдет смещение земной оси. Сдвиги в Арктике и Антарктиде приведут к резкой смене климата в тропических зонах планеты. Гренландия скроется под водой. Восточное побережье США будет разрушено. При этом Кейси не уставал повторять, что эти катастрофы призваны уничтожить изрядно нагрешившее человечество. Будут оставлены в живых только те, кто вел праведную жизнь. Именно от них, как некогда от Ноя, и произойдут другие люди. Подобная смена рас, по мнению знаменитого экстрасенса Елены Балавадской, далеко не нова. В этот раз появится уже шестое поколение людей. Но самое удивительное предсказание Кейси было о прошлом, о легендарном континенте Атлантида. Согласно Ясновидцу, континент трижды уходил под воду в результате смещения тектонических плит. Окончательная гибель оставшихся островов, по версии Ясновидца, произошла около 10 тысяч лет до нашей эры. Кейси помещает Атлантиду, в общем-то, в принципе, в соответствии с указаниями Платона, где-то в район, собственно, Саргасово море. То есть Кейси настойчиво говорит о реинкарнациях, о перевоплощениях, собственно, душ, которые жили в Атлантиде, в нашем мире. При этом я подчеркиваю, что Кейси глубоко религиозный человек. Вы должны на это делать скидку очень серьезную. Это христианин. Кейси сказал, что Атлантиду обнаружат в 1968 году в районе острова Бимине, входящего в состав Багамского архипелага. После предсказания туда отправилась группа исследователей аномальных явлений. Как говорится, на проверку. Пытлевым ученым удалось обнаружить на дне океана дорогу, выложенную из массивных тесанных плит весом 80 тонн каждая и длиной более полукилометра. Кто знает, может, это и есть доказательство существования некогда легендарного континента. Но самое удивительное откровение Кейси про Атлантиду заключалось в том, что многие бывшие атланты находятся среди нас. Это так называемый результат переселения душ обитателей древней цивилизации в тела современных людей. На одном из сеансов в 1943 году Кейси поведал одной своей пациентке, желавшей узнать про свою прошлую жизнь следующее. Самое первое воплощение твоей души имело место в Атлантиде. Ты, которая сейчас женщина, была тогда мужчиной, жрецом в одном из храмов столицы древней цивилизации. Он видел Атлантиду тогда, когда она еще была великой морской державой. Он считал, что эта земля является, эта держава является как бы прародиной всех цивилизаций Земли, что до нее были другие державы, и что от нее остался огромный энергетический сгусток в виде кристалла, который находится на дне между Азорскими островами и Саргасовым морем. Что те сходства в цивилизациях, которые существуют между Старым и Новым светом, они все обязаны Атлантиде, которая имела свои колонии практически на всех материках, вплоть до Антарктиды и Австралии. Одно из самых последних пророчеств Эдгара Кейси было посвящено России. Незадолго до смерти, а точнее в 1945 году, великий ясновидец предсказал окончание периода коммунистического правления и распад Советского Союза. Не успеет окончиться 20 век, как наступит крах коммунизма. Писал свои пророческие строки в дневнике Кейси. Коммунисты потеряют там свою власть. Он также говорил, что освободившуюся от тоталитарного режима Россию ждет кризис, из которого она благополучно выйдет. Вот таким образом все его пророчества и вообще жизнь Кейси в нашей стране была засекречена до 90-х годов. Мы не знали, кто такой Эдгар Кейси. Мы плохо знали и Мессинга тогда, но Мессинг жил у нас. Мы не могли его не знать. Ванга была в социалистическом лагере. Тоже мы не могли ее не знать. И она лечила и пророчествовала нашим высшим каким-то чинам и деятелям культуры и искусства. Кейси жил в Америке и был далек от нас. И советским корреспондентам, как вот мне известно, было просто запрещено о нем рассказывать. Здесь надо отметить очень важный момент. Кейси не раз возвращался к своим пророчествам о глобальных катаклизмах, при этом специально выделял Россию как страну, которая пострадает меньше остальных и возглавит возрождающуюся цивилизацию. А центром этой цивилизации станет Западная Сибирь. В религиозном развитии России великая надежда для мира, писал ясновидец. Народ или группа народов, которые будут наиболее близки в отношениях с Россией, смогут жить лучше, постепенно меняя условия жизни во всем мире. То есть фактически он предсказывает новое возрождение России и связывает почему-то, локализует это возрождение с Сибирью, например, в частности. Опять-таки, я бы не стал так безоглядно превозносить Кейси, и он сам себя, собственно, не превозносил, потому что он трезво действительно относился к своим способностям как таковым. Вот вспомните, например, на конец 90-х годов Кейси прогнозировал глобальную катастрофу, связанную с изменением угла, собственно, наклона земной оси. Этого не случилось. То есть у Кейси были промахи, и он прекрасно знал об этом. Он знал об этом, начиная с того периода, когда он попытался какие-то бизнес-прогнозы делать. В своих предсказаниях спящий пророк неоднократно упоминал о конце света и пришествии Мессии перед грядущим апокалипсисом. Кейси говорил, что у неверующих еще имеется крохотный шанс на спасение, который они должны будут использовать. «День Господень близко», говорил ясновидящий. Не думайте, что бед не будет. После разрушений грозящих миру в конце тысячелетия целью человечества станет строительство нового Иерусалима. Для тех, кто выйдет в новую жизнь, наступит новое понимание и возрождение. Тогда откроется новый Иерусалим не только как место в пространстве, но и как состояние души. Случится апокалипсис или нет, нам неведомо. Здесь можно верить великому ясновидцу, а можно и подвергать его пророчеству высокой доле сомнения. Но при этом необходимо заметить, что большинство предсказаний Кейси о грядущих катаклизмах сблились. Кстати, удивительно, но в некоторых предсказаниях совпали не только места и даты катастроф, но также их сила и трагические последствия. Например, в мае 1960 года в Чили произошло крупнейшее землетрясение силой почти 10 баллов. В период с 1965 по 1971 год была зафиксирована серия землетрясений в Исландии. В мае 1988 года одно из самых крупных землетрясений в Антарктиде силой более 8 баллов. В августе 1999 года землетрясение в Турции, в результате которого погибло более 20 тысяч человек. Затем серия природных катастроф в Юго-Восточной Азии и Японии. Все эти катаклизмы были предсказаны Эдгаром Кейси. Есть еще очень удивительное пророчество, которое осталось зафиксированным специалистами просто в письменном виде. Кейси по поводу России это то, что к 3000 году Китай и Россия совместно колонизируют Марс и Луну. Там будут построены поселения, часть человечества переберется на эти, то есть на спутник Земли и на эту планету. И участвовать в этом будут только две державы, Китай и Россия. В последние часы жизни великий ясновидец записал еще несколько пророчеств. Вот одна из них. Люди будут жить 800 и более лет. Кто пожелает вечно, при условии, что войдет в коалицию странников во времени. Эмблему коалиции Кейси нарисовал белой гуашью на черном картоне. Это полупрозрачный шар, в котором двое. Мужчина и женщина. Исследователи предположили, что на рисунке Кейси попытался изобразить машину времени. Уж не на такой ли машине путешествовал сам пророк? Не продолжается ли его путешествие и поныне? В Америке поговаривают, и эти данные подтверждаются специальными службами, что могила Эдгара Кейси пуста, потому что, умирая, он вдруг исчез, став бесплотной серебристой дымкой. И еще. Кейси, став знаменитым, не испытывал недостатка в количестве преемников и последователей. Одна из них – 76-летняя англичанка Мэри Тоттенвуд, которая не так давно сообщила журналистам о том, будто получила потустороннее сообщение от своего учителя. Мэри сказала, что знаменитый ясновидящий даже с того света решил позаботиться о человечестве и передал своей ученице целый ряд предсказаний, согласно которым Землю ожидают новые катастрофы. Это прежде всего мощнейшее землетрясение в США, которое буквально разделит страну на две части. Извержение вулкана в Мексике, которое на две недели повергнет в темноту все население государства. Нам остается только ждать результата этих пророчеств. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова